всем добрый день вы сегодня опять со мной на канале юлии ивановой я всех приветствую подписчиков новых зрителей то просто так зашел возможно понравится мое видео и вы останетесь со мной подпишитесь я буду этому только очень рада сегодня как я говорила в предыдущем видео будем потрошить вот этот фикус вот с этими замечательными живыми деревьями вот люблю я и красивые они смотрите красота очень сам по себе красивый цветок и полезный причем интересно он как динозавр первобытный но вот такое безобразие он творит у меня в горшке с фикусом и откуда-то я не знаю даже откуда попалась землей даже не имею представления откуда он у меня появился ну вот как то вот вырос и начал делать такое безобразие смотрите что творится вот сейчас просто так вот раз все понеслось по всем подоконникам вот такое безобразие творит короче сегодня будем его потрошить там внутри наросло их вот он сплошняком там растут молода молодая поросль воном овсяра сплошь и вот этот вот маленький тоже посадим это плющик посадим прямо в маленький стаканчик я вот приготовила для него пока достаточно будет такого стакана потому что если посадить сразу большой мне кажется нарасти перестанет там корешки у него беленькие хорошие прям наросли этот будем садить в такой же горшок он идет вот точно такой же горшок у меня только другого цвета такие горшки идут с автополивом за на защелочках защелкивается поддонца вот это можно поставить просто не защелкивая то есть ну можно снимать будет мыть а можно прямо установить так в дырочке и защелкнуть удобно что есть автополив можно будет контролировать вода есть влага внизу или нет если излишки наклонилась ли очень удобно еще я приготовила для плющика маленького вот здесь у меня корневин насыпан там корневин и уголь таблетках толченый добавим поставлю сейчас камеру стационарно и начнем так приступим пересадки нам изначально надо выговорить все это дело я наверно обрежу их чтобы они не сыпались мне во всей площади здесь я не хочу его хотела сначала прям черенок отделить и посадить но мне не охота если надо будет я росточек лучше возьму маленький чтобы он прям сам по себе вырос видите все сыпется в разные стороны от него до полезное лекарственное но что сыпется вот мне он очень быстро растет вот тогда красиво конечно и в такой тесноте вытягиваются уже не очень красиво фикусу то как не повезло с ними нижние листья все по сбрасывал вроде стоит на виду как-то мимо все проходишь внимание не обращаешь получается на горшок тяжелый стал из-за него прям я еще почему хочу пересаживать лопнул горшок тяжелый был только полила и хотела передвинуть или перестать и закрой вот так он у меня вот еще почему пересаживать хочу иногда поливаешь и вода в этом месте сплошным ковром еще наросло все это вытащить никак невозможно сейчас листочки сова уберу отсюда и покажу вам что тут творится это просто невозможно ой кабан пришел к вам я не с тобой разговариваю да не с тобой что такое что случилось и действий дальше не мешайся звезда эфира вот смотрите поближе вот что там творится так пробовать горшки неплохие но вот ему наверно сколько но два года горшку этому на солнце видать что ли стоит и он резко цепно ночью за попытка вот пошел пошел я все думала я в тот раз садила когда фикус я на не сделала дренаж но с этим горшком он вот не обязателен дренаж то здесь потому что там решеточка и этот автополив есть это все надо сейчас потрошить землей пахнет мне прям нравится так я сейчас наверно все это распотрошу чтобы столько времени не занимать и включусь обратно только посмотрите сколько жизни в этом горшке прям каждый кусочек вытаскиваешь а там прям пучками представьте продает подросший череночек по 50 рублей каждый представляете сколько там этих вот так вот садить прям партиями так я убрала весь этот дикий лес немножко убрала со стола потому что налетела во все стороны вот этот ком еще надо разбирать вообще вот с этим фикусом интересную историю я как-то шла на работу раз и смотрю на клумбе за домом не клумба просто как полисадничек кто-то взял и высадил свои домашние фикусы вот этот фикус был он высотой был где-то около метра тощий длинный весь какой-то корявый-прикорявый одной бодолыгой еще был фикус эластик он у меня сейчас в зале растет какой-то еще третий был а третий был третий был вот такой тоже он был безобразный здоровенный я от него оторвала веточки у меня в зале стоит бонсай вот такой а это уже от него я прищипки садила такой вырос немножко так ну вот разобрала я его вот так здесь корни очень мощные сейчас на кресле вот видите вот прям огромный ой он толще чем вот здесь в парни щетку огроменный специально землю я не покупала как я уже говорила в предыдущих видео у меня остается земля вот от всяких посадок от всего от этого я сейчас добавлю просто в нее вот этой земли немного смешаю тоже вот там уголь у меня и дренаж и перлит и коры немного всего понемногу в общем она у меня эта земля сухая стояла на лоджии просто сухая земля не поливала я ее предварительно немножко пылит она конечно но ничего это не криминал так нам его надо весь по обрезать ведь еще и я наверно сначала посажу а потом обрежу посмотрим как по высоте сделать потому что он у меня весь что-то низу из-за вот этого вот всего примеру сейчас я прям поглубже посажу да вообще обрезать вот это все надо сейчас посмотрим наверное резать прямо сейчас я считаю наверно вот досюда прям надо все очистить и садить уже так это обрезаем сухое однозначно но не прям щелкают режем это все фикус довольно таки неприхотливый фикус его угробить сложно вот я говорю я с улицы взяла был прям и причем уже погода то была я его когда увидела высадили ну было еще так сам она на конец лета а потом как-то иду на работу начала рассказывать снег пошел я иду и у меня сердце чуть не стало смотрю фикусы эти стоят из-под снега торчат уже господи это же все замерзнет ну как бывает что хозяева допустим на лето вытаскивают свои цветы на улицу а потом забирают на зиму садят опять в горшки тут же нет смотрю снег пошел никого нету а я еще до этого смотрела думаю у меня вот такого фикуса нет эластика вот такого не было и эластика у меня не было такой мелкий то он наташа фикус называется такой у меня уже был это у меня уже повторно получается просто зеленые листья а у меня был мелколистный наташа а этот покрупнее лист кстати вот это молочко которое выделяется из фикуса говорят что ядовитое после того как садите его нужно обязательно мыть руки нельзя чтобы попадала в глаза если уж попала в глаза нужно срочно промыть вот эту веточку я уже садила позже какая то была в бок ветка я ее отщипнула и посадила тоже его прищипываю постоянно мне вот эта ветка мне нравится всем не против ладно пускай будет пускай пока живет вот я все-таки посыплю на дно немного керамзита прям вот саму вот эту крестовинку немного чуть-чуть вот так на низ много земли на низ и будем примерять его как он уже будет я бы его еще глубже прям посадила распотрошу маленечко еще а там уже такой корень прям сильно не дает вот уже корни прям совсем все немного углубится все и начинаем засыпать ну там попадаются корешки эти старые ничего страшного они перепреют и будет дополнительное удобрение конечно попадает вижу живое дерево эти малявки все перебирала сколько все равно попадает но будет вылазить вот они например убирать их и все надоело мне это живое дерево честно говоря из него можно какое-то лекарственное сделать типа мазили что-то делают вот кто знает напишите мне что можно сделать потому что его столько много можно на мясорубке так ну вот поглубже сел немножко я пока не защелкивала внизу там сейчас когда посажу просто пойду по мою поддончик этот чтобы чистенький был а потом уже защелкну мне в принципе он не нужен расщелкнутый я уже приспособила что он так стационарно всегда так ну вот все слишком у меня вот привычка есть я слишком много насыпаю большекромая я не умею наливать по пол бокала например чай и так же не умею насыпать немного чтобы полив то был вот сыплю 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 и я эти фикусы домой принесла из-под снега а дочери позвонила пошла с работы когда дочери позвонила я говорю ты мне возьми ножницы ножик принеси мне на работу с тобой вместе пойдем обратно и выкопаем фикусы ну я представлялась что там даже лопату надо выкопали мы она я с тобой не пойду мама я не буду позориться я с тобой не пойду ну ничего выкопали принесли домой обогрели и посадили все как надо обрезали и все и вот они пожалуйста растут эту малявку нам надо еще посадить я сюда короче прям там дырочки вот чтобы земля в них не сыпалась вот прям чтобы закрыть их просто все мы тебя тут же посадим так корневин 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 вот там у меня уголь и корневин прям вот вот так раз и все и сюда и сюда ему предостаточно такому маленькому будет вот такого горшочка пока земля рыхлая хорошая прям как пух никаких долгих процессов никаких закрывание всякими тепличками готовы осталось только полить и поддончик поставить иначе горшок этот такими дырками все будет бежать и бежать бежать постоянно так сейчас я полью все это уберу и вернусь к нему все фикус готов ну теперь думаю он и скажет спасибо он получился чуть-чуть пониже сел и я не стала отдельно ставить этот горшочек смотрите как придумала если во первых место на подоконнике чтобы мне не занимать им маленький поддончик надо искать во вторых когда будет жарко горшок нагревается вот этот и корни быстро высыхают можно не успеть просто полить и он засохнет а так он получается под защитой вот этого большого горшка то есть вы прям утопили его я немножко зазор оставила там чтобы можно было отдельно поливать этот и этот когда нужно он не будет пересыхать если можно было кто-то скажет посадила бы сразу сюда нет в отдельном своем горшке он будет развивать корневую именно по маленькому горшку и это будет быстро в этом большом горшке все корни фикуса будут угнетать вот эти маленькие корешки и он не будет расти он будет расти но очень-очень медленно а вот так он будет расти думаю хорошо и еще что хотела сказать чтобы зарос вот фикус здесь ствол листиками если опрыскивать каждый день то со временем вот тут вот начнут пробиваться листочки и новые веточки это уже испытано кто допустим дома имеет фикус с голыми стволами имейте это ввиду если опрыскивать именно по стволам каждый день то в итоге начинают расти вот на таком фикусе тем более у меня на крупно листовом даже пробились почечки и уже новых веток много ну все на этом будем прощаться вот такой красавец до скорых встреч надолго прощаться не будем работы еще много всем до свидания всех жду на своем канале кто не подписался подписывайтесь будет интересно всем до свидания